Поставим два зеркала параллельно друг к другу. Если заглянуть в пространство между ними, можно увидеть уходящий вдаль коридор. Если в это пространство внести предмет, он многократно отразится в обоих зеркалах. Посветим в зеркальный коридор фонариком. Мы видим целую улицу равностоящих друг от друга фонарей. Картина станет еще интереснее, если фонарь заменить лазерным ножом, который после многократных отражений создает сетку световых ромбов. Первое зеркало задает первую ось симметрии для всей картины. Второе зеркало отражается в первом, но и первое зеркало отражается во втором. При этом зеркала отражаются одно в другом, вместе со всем, что в них уже отражено, а значит отражение множится до бесконечности. Луч света, идущий из источника, отражается поочередно то от одного зеркала, то от другого. Свет идет между параллельными зеркалами поломанной линии вдоль боковых сторон равнобедренных треугольников. А нам кажется, что луч уходит за зеркалье и продолжает там идти по прямой линии. Поставим два зеркала под углом друг к другу и посмотрим на отражающиеся в них предметы. Если зеркала поставить под прямым углом, пространство в 360 градусов разделится зеркалами и их отражениями на 4 равных части. А если угол между зеркалами равен 60 градусам, пространство делится на 6 равных частей. А теперь посмотрим, что получится, если угол между зеркалами сделать совсем маленьким. Составим равносторонний треугольник из трех зеркал. Треугольник отражается в каждой своей стороне. Из его отражений составляется новый равносторонний треугольник, в два раза больше прежнего. Этот треугольник опять отражается в своих границах. И изображение множится с каждым новым отражением. Так устроен калейдоскоп. Теперь поставим под прямыми углами друг к другу три зеркала. Вместе со своими отражениями они делят пространство на 8 равных частей. Наш фотоаппарат смотрит на общий угол трех зеркал. С противоположной стороны на него глядит такой же фотоаппарат. И так будет получаться, с какой бы стороны мы ни смотрели. Посветим внутри этого угла фонариком. Напротив нас в отражении находится такой же фонарик. И он светит прямо на нас. Конструкция из трех взаимно-перпендикулярных зеркал называется уголковым отражателем. Все попавшее в такой отражатель излучения уходит назад. Туда, откуда оно пришло. Катафоты на велосипедах и прицепах. Это типичные уголковые отражатели. В свете автомобильных фар катафот ярко сверкает отраженным светом, возвращая его назад к водителю. Уголковый отражатель был доставлен даже на Луну. Земли посветили в его сторону мощным лазером, и зеркала отразили этот свет назад. По времени прохождения света туда и обратно, расстояние от Земли до Луны определяется сегодня с точностью до нескольких сантиметров. Субтитры создавал DimaTorzok